Александр Курченко искал себе новую работу. Решил пойти по стопам отца и деда. Устроился водителем. За рулем он уже 12 лет. Рассказывает, профессия нравится из-за общения с людьми и слаженного коллектива. Приятно работать, когда хорошее руководство, хорошая заработка, достойная плата. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Работая здесь, у меня семья, двое детей, супруга. Ни в чем не нуждаются абсолютно. Устроиться на эту работу Александру помог Центр занятости. Там все объяснили, ответили на вопросы и организовали встречу с перевозчиком. Центр занятости поддерживает как соискателей, так и работодателей. Например, при устройстве граждан до 30 лет работодателю компенсируют три минимальных размера оплаты труда и страховые выплаты. Предприятие мы также поддерживаем в рамках проведения различных мероприятий. Ближайшее мероприятие состоится 12 сентября. Это мероприятие для промышленных предприятий. Это будет ярмарка вакансий. Мы приглашаем работодателей принять участие, а также граждан, которые ищут работу или являются безработными. В подобной ярмарке участвовал и перевозчик, который работает по муниципальному заказу на муниципальных маршрутах. Сейчас на предприятие требуются водители. Специалистам предлагают стабильную зарплату, материальную помощь в тяжелых жизненных ситуациях, путевке в санатории. Служба занятости с нами каждый день на связи. Мы участвуем в различных мероприятиях, выставках, в днях открытых дверей. Ну а для тех, кто хочет связать свою жизнь с общественным транспортом, мы хотим сказать, что приходите в наш коллектив. У нас дружный коллектив. Приглашаем молодежь. Для молодых специалистов Самарской области существуют разные меры поддержки. Компенсация затрат на обучение и научно-исследовательскую деятельность. Компенсация расходов за съемное жилье и частичная компенсация затрат на оплату по ипотеке. За поддержкой необходимо обратиться в течение 12 месяцев с момента трудоустройства. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.